Русские новости 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 так, что Новороссия больше не пользуется поддержкой. Все устали от войны, всем как-то вот, все устали в один момент, как-то за полгода устали даже наблюдать за войной. Вот наши предки воевали годами иногда, Великую Отечественную войну годами воевали, на фронте воевали, ранения получали, и как-то вот не устали, и даже до победы дошли. А тут, знаете, за полгода все как-то устали, сколько можно про эту войну, ужас какой, да, давайте забудем, как будто ее не существует, и как будто это не наша война. Русское движение должно сказать, это наша война. Наша война, война русского народа с инородцами, инородцами во всех смыслах. Даже если на фронт они посылают русских людей, называющих себя украинцами, все равно это война с инородцами, которые столкнули нас с нашими братьями. Мы должны в этой войне побеждать. И если Кремль не хочет побеждать, то мы должны победить Кремль. И, конечно, наша главная задача, это русская власть в Кремле. А в Новороссии она сама собой установится, если в Кремле она будет русской. Так вот, нас попытаются убедить, что есть две такие группы русского движения. Одна православные националисты, которые образовались в 90-х годах, а вторая вот какие-то странные, непонятные, полуязыческие, полу-не пойми какие, которые образовались на рубеже 90-х, 2000-х годов. Этого нет и никогда не было. Никогда. Это просто чистое вранье, о котором пишет вот такой либералистический ресурс Лента.ру. Он разместил статью. Радикально разошлись. Донецкие ополченцы раскололи русский марш. Это вранье. Никакого раскола нет и никакого такого распределения на православных националистов, неправославных националистов никогда не было. И не родилось никакого языческого национализма, потому что его нету и никогда не было. Национализм сам по себе это система взглядов, это идеология. Даже если кто-то нарисовав какой-нибудь такой замысловатый символ думает, что этого достаточно, чтобы быть националистом, он глубоко ошибается. Национализм это идеология, в которой на первом месте стоит нация. Нация именно как политическое единство. Многие думают, что это кровное единство. Кровное единство это немножко другое. Это немножко другое. Это может быть этницизм, приверженность каким-то этническим идеалом, который на самом деле весьма смутный, потому что русские давно уже нация, исторический народ не может не быть нацией. Русские нации, поэтому у нас национализм, у нас политическое единство. Национализм стремится к власти, а этническая консолидация вовсе не обязательно приводит к власти и ставит себе такие задачи. Многие и не ставят себе такие задачи, потому что интересно слушать там правую музыку, а при чем здесь власть? Ну так вы просто слушаете правую музыку, а при чем здесь национализм? Или вы какую-нибудь наколку себе на плече сделаете думаете вы этим определяется национализм нет национализм определяется стремлением к тому чтобы в россии была русская власть а россия сама по себе как государство стала национальным государством вот это национализм а православный человек исповедуйте политические взгляды или какой-либо другой это уже не важно поэтому никакого раскола нет есть отщепление от русского движения того что и должно было отщепиться национал предателей мы еще в 2012 году их определили а именно по их сотрудничеству с болотным шествием вот они были про болотные а болотные все кто собирался на болотную имели ориентир не только антикремлевский но и антироссийский вот эти люди ходили на болотную мы стремились их оттуда вывести думаю что они ошибаются оказалось что они не ошибаются они отщепенцы и как были отщепенцами так и остались и остаются ими в отношении нового россии русские не могут не поддерживать новороссию если не поддерживает это уже не русские политическом смысле они отщепенцы они вот где-то там вот ближе к этим майданут им это что-то с мозгом стало может быть этот мозг встанет когда-нибудь на место но на сегодняшний момент не получилось якобы вот этот поганый ресурс пишет что первое первый раскол среди националистов произошел аж в апреле 2007 года когда русское население таллина устроила беспорядки из-за сноса памятнику бронзовому солдату якобы были такие националисты которые приветствовали этот снос как будто это было избавление от социалистического прошлого и это вранье никакого раскола не было и ни одна русская организация не выступила за снос бронзового солдата все абсолютно вас приняли все русские люди все русские националисты вы восприняли это как оскорбление а кто не воспринял но это просто какой-то маргинальный чудак а вот об этих маргинальных чудаках правда не приводя ни одной фамилии ни одного названия пишет лента ру они ссылаются на какого-то тюкина вы не знаете такую тюкина вот я не знаю тюкина вот тюкин объявил что многие из революционных националистов сами принимали участие в майдане а затем вместе с украинскими и европейскими националистами пополнили добровольческие батальоны это имеется ввиду батальоны которые убивали русских таких нет националистов не революционных не контрреволюционных это не националисты не националисты господин тюкин может этих националистов называть как угодно но они националистами не являются. Если какая-то отдельная группа объявила о том, что она вот на стороне майданутых, это что же, весь русский национализм считать расколотым? Да нет, просто какие-то маргиналы им позволили идти вместе с другими русскими. Вот в нашем шествии их бы вытолкнули пинками, и пошли бы они с этим флагом правого сектора куда подальше. Никаких русских националистов среди этих людей просто нет. Ну, может быть, эти юнцы хотели наплевать физиономию общественному мнению, это им удалось. А теперь этим самым занимается Лента.ру. Вместе с этим господином Тюкин объявляет, что поддержка Украине будет высказана на русском марше. Тогда это не русский марш будет. Тогда это будет украинский марш. Поддержать Украину как государство сейчас, это быть русофобом. Поэтому с кем разговаривает Лента.ру? То есть о русском движении теперь будет рассуждать некий русофоб, который считает, что на русском марше надо поддерживать Украину. То есть речь идет уже даже о том, что некие люди, объявившие себя руководителями русского движения, рассматривают вопрос, а как бы это им, нашествие, не допустить флаги Донецкой и Луганской республики. Это русские националисты? Да ни в коей мере. Это какие-то проходимцы. Вот действительно уличная шпана, которая на время, пока раздавили русское движение, выскочили из своей подворотни, встали во главе колонны и сказали, это теперь мы, русский марш, это теперь мы. А всех остальных они как будто бы так взяли и исключили из русского марша. Вот теперь они сами себя исключили. Вот теперь мы этих людей на русском марше не ждем. Может быть, они придут. Как они, мы действовать не будем. Как они, доносить полиции, что здесь некие неприемлемые для нас элементы, мы не будем. Но если они поднимут флаг Украины, то, наверное, они получат немало на свою голову. И если они начнут нарушать порядок, то, наверное, они будут выпровожены тихо, мирно, без применения полиции за пределы шествия. Вот этих людей, майданутых, мы на русском марше не ждем. Они нам там не нужны. И они для нас не являются ни русскими националистами, ни вообще русскими. А еще лента РУС ссылается на некий опрос в группе в социальной сети под названием «Правые». Ну, там украинцы голосовали, понимаете. И поэтому результат-то, разве кто контролировал, русские голосуют или нет. Или вообще это просто боты, которые, в общем-то, применяются сплошь и рядом везде. И, конечно, тут проценты такие, вот 56% под лозунгом русско-украинского-славянского единства. Ну, то есть мы воюем и одновременно демонстрируем единство. Может быть такое. Это шизофрения. Вот 56% якобы у нас шизофреников. Конечно, это не так. Ну, вот эта группа ВКонтакте, правые, конечно, это никакие не правые, это сугубо левые люди, поэтому у них и левое голосование. 56% шизофреников. У нас единство, поэтому мы воюем друг с другом. Отлично, здорово. И 26% считают, что русский марш должен быть за Новороссию. У русских может быть только русский марш за Новороссию. А вот у нерусских, у русофобов будет марш против Новороссии. И, слава богу, пусть маршируют, мы даже не станем протестовать. Для русофобов туда, им туда, вот этих майданутых, болотные, вот все они должны быть там, все вместе, желательно. И чем больше они там сплотятся, тем лучше. Проще будет их потом всех утопить. О Новороссии говорят, что снизилась интенсивность боевых действий. Это, в общем-то, и все, что об этом говорят. Хотя, вновь повторяют о том, что там обстреляли, тут убили людей, здесь что-то разрушили, тут обстреляли. Война, собственно, продолжается. Продолжается война вокруг Донецкого аэропорта, продолжается война по всему периметру соприкосновения, формирования полченцев и украинских силовых подразделений. в меньшей интенсивности, но это не значит, что война закончена и что она не может вспыхнуть в полную мощность в следующий момент времени. Но самая острая проблема Новороссии, это как пережить зиму, когда разрушена вся инфраструктура, а части инфраструктурных предприятий просто находятся на оккупированной украинскими силовиками территориях. Этот вопрос кремляне решить не в состоянии, поэтому я думаю, что надо рекомендовать жителям Новороссии стараться решить проблему самим. Никаких резервных возможностей нет, кроме того, как самим пользоваться старым дедовским методом сохранения тепла, уменьшения площади окон, установления буржуек и так далее. Главное, зимой это тепло. Второе, это продовольствие. С продовольствием, наверное, как-нибудь будут помогать со стороны России, но если не запастись с продовольствием сейчас, то будут большие проблемы. Поэтому мы рекомендуем русским людям в Новороссии готовиться к тому, что выживать они будут сами самостоятельно, и помощь от Российской Федерации, РФ, вряд ли будет всерьез и масштабной. О положении дел в Новороссии пишет афонский монах Афанасий. Главное злодеяние Собчаковского портфеленосца даже не в сдаче без боя врагу столицы и большей части территории России. О мелких грешках, его утонувших подлодках, экосемпических станциях, взорванных жилых домах, Бесланах, Нордостах здесь вообще речи не идет. Этот демон сумел сделать то, что еще не удавалось ни одному самому изощренному в коварстве своем злодею. До него австро-венгерские и польские спецслужбы смогли между ветвей русской нации посеять неприязни и поделить русских на хохлов и москалей. Но дальше бытовых конфликтов она не заходила. Путин же с хасидским раввином, мистически слившись в воеденное духовное существо, двуглавого змея Путлу Лазара, вверг нас в братоубийственную войну. А его, именно потому что с украинской стороны лазаровская, хасидская голова змея действует через бению Коломойского, его пропаганда превратила нас в укропов и колорадов. Этот ироничный текст человека, который не стесняется в выражениях, совершенно правильно определяет то, что происходит. Происходит сговор двух хунт, кремлевской и порошенковской. Две хунты между собой договорились о чем-то, о чем нам, конечно, никогда не скажут. Но главное, что договорились за наш счет. Вот в этом главная наша проблема и главная проблема Новороссии. В том, что те, кто прикидываются друзьями, являются врагами. Вот не следует считать кремлевскую администрацию другом Новороссии. Там как были, так и остаются враги русского народа. А значит и Новороссии. И то, что в какой-то момент Новороссия получила помощь от кремлевской администрации, это еще не означает, что помощь это бескорыстно. Корысть там стоит на первом месте и тут обольщаться не стоит. Ну вот еще один из факторов явной измены. Уже восемь месяцев во всех храмах русской православной церкви на каждой литургии возносится особая молитва за Украину. Не за Новороссию, не за Новороссию, не за украинскую православную церковь Московского Патриархата, не за русских на Украине, не за единый русский народ, который сейчас поделен вот как раз на москале и хохлов, не за народы Украины, а за Украину как государство и за некий народ украинский. Ну что же за постыдная позиция? Она говорит о том, что и в церкви все не так, все не так, как надо, как пел Владимир Высоцкий. Не так, как надо, потому что здесь тоже какие-то интересы за пределами вот той службы, которая должна быть у священства, служба Богу, служба Христу, служба православной вере. Есть какие-то меркантильные интересы, есть какой-то торг с номенклатурой, есть стремление войти, входить или оставаться в этой государственной номенклатуре. То есть, такое впечатление, что митрополитбюро подмяло под себя церковь как таковую, которую, собственно, составляют священство и миряне, а возглавляет сам Христос. У нас появился начальник, у нас появилось церковное начальство, которое определяет, за кого нам молиться и кто является хорошим православным, а кто является плохим. И пока от начальства будет приходить инструкция молиться за Украину и за народ украинский, наверное, у нас не будет мира со священным началием. Наверное, у нас будет такое тихое неприятие того, что делает нынешняя церковная администрация. Мы-то их воспринимаем как администраторов, а они-то себя определяют как наших начальников. Так вот, господа хорошие, вы нам не начальники. Острая остается ситуация в Минводах. Некоторые доброходы начали писать тут о том, что власть так вот своевременно отреагировала и даже сняли с должности главврача больницы, в которой состоялось убийство русского парня бандой армянских уголовников при пособничестве местной полиции. Ну, ничего этого не было, на самом деле. Никакой реакции не было, пока не начался шум от общественности, пока русские не вышли на площадь, пока не собрались сотни людей и не начали требовать наказания преступников. И так бы все это и замолчали, как происходит это по всей стране, где этномандитизм царствует и правит, а полиция просто с ним сотрудничает, сочувствует ему. И если не возникает резонанса по поводу какого-то убийства, все это покрыто мхом, тиной, и никто об этом не узнает. А вот здесь узнали, потому что видеоролик попал в сеть, потому что об этом стали писать, резонанс был значительный. Вот только после этого мэр города там что-то там вякнул, что-то вякнул абсолютно не в попад и считать этого человека представителем населения минеральных вод, это просто как накакать себе самому на голову. Этот человек является полностью присоединенным к местной номенклатуре, погруженным в те самые разборки, разводки, которые происходят между вот этими чинушами всех мастей с погонами, без погон, разницы нет. Но некоторые экстремистско настроенные группировки пытаются воспользоваться этой бедой и пробовать провести разные провокационные мероприятия на территории города Минеральные воды. Не поддавайтесь провокациям, не слушайте тех людей, которые пытаются разжечь межнациональный конфликт, не принимайте участие в массовых мероприятиях, которые организовываются непонятными нам людьми. По оперативной информации многие бросы в социальную сеть уже идут из-за океана, многие пытаются раскачать ситуацию, раскачать ту лодку, в которой мы с вами живем. Они являются нашими врагами, поэтому и разговаривают с нами языком врага. Когда люди выходят на площади требуя наказания уголовных преступников, против них выпускают ОМОН, вот этих космонавтов, одетых, так как будто бы они завтра отправятся в марсианскую экспедицию и уже из них начинают отбор какой-то дела, чем тупее, тем лучше. Поэтому против русских начинают применять силовые методы. Причем тут главврач больницы, когда он должен лечить людей, а кто их охранять-то должен? Охранять должна полиция, полиция должна была разгромить этническую банду и закрыть вот эти спортзалы, где готовятся боевики этой этнической банды. Давным-давно, если она этого не сделала, тогда надо снимать вовсе не местного главу полиции, а главу полицейского управления области и не только градоначальника, который молчал, там в тряпочку сидел, но и губернатора. Масштаб события не соответствует реакции, которая следует после него. Якобы это локальное событие для Минвод и вообще не касается власти более высокого уровня или там не касается вот этих кремлевских чинуш, которые допустили расползание этнобандитизма по всей стране. Касается напрямую. И когда мы говорим наказать преступников, мы имеем в виду не только тех, кто убивал русского парня там или здесь в таких случаях море, и каждый год случается очень много, а и тех, кто сидит в Кремле, в Ставропольской администрации, в мэрии Минвод, все эти люди являются нашими врагами, первейшими причем врагами, потому что если бы на их месте сидели какие-то другие люди, просто элементарно порядочные люди, тогда бы этнобандитизм был бы раздавлен, потому что в руках у государства этот инструмент имеется, он для этого и создавался. Министерство внутренних дел для этого и создано, чтобы этнобандитизм был раздавлен. И если возникают вот такие случаи, всплески, кое-где у нас порой кто-то честно жить не хочет, вот этих, кто не хочет, необходимо истреблять немедленно, немедленно и сейчас. И если против людей возмущенных этнобандитизма выставляют полицаев, это означает, что у нас и власти оккупационные, только у оккупационной власти могут быть полицаи, выставленные против граждан. А в данном случае мы видим именно этот факт. Поэтому мэр города, Минвод, это просто полицай, это не представитель народа. Он не может считаться представителем народа. Он является врагом этого народа. Он не выходит к народу как его представитель, а выходит к народу с помощью полицаев, с помощью банд, которые переодеты в полицейскую форму, а являются по сути дела такими же бандами, как вот эти этнобандиты, которые совершают безнаказанные убийства. Мы в полной мере считаем их безнаказанными, потому что по судам и по приговорам проходят единицы. А совершенные преступления предполагают осуждение десятков людей, организованных банд, и не на условные сроки, а на реальные и большие сроки. А самое главное, реакцией на подобные преступления должно быть кадровое изменение. Кадровое изменение на всех этажах власти. Те, кто допустил формирование этих этнических банд, не справлялись со своими обязанностями и должны понести ответственность. Вспомним волнение в городе Пугачев. Разве там власти встали на сторону граждан, которые требовали разобраться с теми убийцами, которые просто изрезали медицинским скальпелем Руслана Моржанова, бывшего десантника, который подвернулся им под руку. Нет, власти встали против граждан, соответственно, на сторону убийц. Точно так же было и в Минводах. Власти стоят на стороне убийц. Вот сейчас начинается процесс по делу, которое совершилось по убийству 6 июня 2013 года, когда три брата убили Руслана Моржанова. Все взял на себя, естественно, младший, ему меньше всего достанется. Я не сомневаюсь, что убийство было совершено коллективно и поучаствовали все три брата в этом злодеянии. Ведь Моржанову было нанесено 17 ран, 17 ран. Один человек их произвел, почему-то следствие решило, что так оно и есть. Но на самом деле Пугачеве действовала банда, кавказская банда. Ее необходимо было просто истребить, напасть на логово и просто поубивать всех. Так действовала бы русская власть. В данном случае действует не русская власть, поэтому она выступает против граждан, травит граждан ОМОНом, производит массовые задержания, производит административные действия против русских политических активистов, которые выступают за права русского населения жить без этномодетизма. Соответственно, ничего нам не остается, кроме действий политическими методами по ликвидации этой власти, чтобы здесь и в Пугачеве, и в Минводах, и в Кремле все должности занимали исключительно русские люди с русским менталитетом, с пониманием русских проблем, с пониманием и знанием русской истории. Они вот эти неучи, троечники, которые непонятно какую профессию имеют и имеют в жизни ориентации явно деструктивные, явно антинародные, явно антирусские. Если кто-то думает, что Кремль действительно хочет опираться на патриотическое движение, то он должен сильно разочароваться, потому что Владимир Путин подписал очередной ужесточающий закон, по которому усиливается ответственность за нарушение порядка организации митингов, демонстрации шествий пикетов. Неоднократное нарушение порядка организации наказывается лишением свободы до пяти лет и штрафом до одного миллиона рублей. Это совершенно немыслимые санкции, которые могут проистекать только из целей совершенно противозаконных. Этот закон, который подписал Путин, это закон, созданный преступниками. Ну, соответственно, только преступник его может и подписать. А что касается правонарушений, то главным источником правонарушений является правоохранительная система. Если бы просто убрать с митингов, шествий, пикетов всех вот этих людей в погонах, никаких правонарушений на них никогда бы не было. Главными правонарушителями являются представители полиции, которым отдают команды преступное начальство. А это преступное начальство получает приказы из администрации президента, которая пытается контролировать весь политический процесс и одни общественные акции зажимать как только возможно. Вот такие преступники сидят в московской мэрии, им, собственно, поручено не пущать любыми средствами, любыми беззаконными действиями, любыми нелепыми аргументами русских патриотов на улице и площади Москвы, а с другой стороны поощрять удобного для Кремля противника либеральную тусовку, болотных борцов за мир, которые готовы обрушить Россию ради абстрактных принципов справедливости, которые у них засели в башке советских времен. Поэтому никакого сочувствия патриотическому движению в Кремле нет и быть не может. Там люди с абсолютно другими ориентациями. И если кто-то надеется, что можно прислониться к власти и что-то полезное сделать для страны, этот человек очень наивный, мягко говоря наивный, на самом деле это страшная дурь надеяться на Кремль, что от него могут быть хоть какие-то позитивные движения, хоть в чем-нибудь. Обязательно даже то, что выглядит внешне позитивным и разумным содержит какую-то гнусную подоплеку. в отношении присоединения Крыма, в отношении помощи Новороссии все равно существует второй план. Второй план преступный и изменнический. Ничего другого от этих людей ждать не приходится, потому что для них и государство российское ничто, и русский народ государство образующий. Просто ничто, пустое место это просто средство наживы. Эти люди все превращают в средство наживы. У них монетизированные мозги, поэтому по-другому они мыслить возглавлять наше государство. Именно поэтому русская революция неизбежна и мы должны ее осуществить такими методами, которые минимально нанесут ущерб нашей государственности, государственному правлению, хозяйству и так далее. Русская революция не означает война, русская революция назначает смену власти. Негодная, антирусская, русофобская власть, власть вот этих монетизированных мозгов должна смениться русской властью. Вот это и есть русская революция. Не надо бояться русской революции. Это в полном смысле есть контрреволюция, которая уничтожит результаты революции 1991 года, когда власть захватила шайка изменников и жуликов и 1917 года, когда власть захватили тоже люди совершенно чуждые русскому народу, российской государственности. Люди с мозгами пораженными марксизмом. Марксизмом, интернационализмом и прочими всякими измами, которые Россия не дали развиваться теми темпами, которые были заложены в предреволюционный период. Две революции должны быть устранены русской контрреволюцией, которая и называется русская революция. Револфт. Повернуть, провернуть вот этот барабан истории, чтобы все встало на свои места. Мы должны провернуть или мы должны вернуть историю на русский путь. Пока существуют русские политзаключенные, лидеры русских организаций, пока идут суды над русскими людьми, которые защищают интересы русского народа, мы не можем говорить о том, что изменилось хоть что-нибудь. Если Владимир Квачков сидит в тюрьме, это значит, что кремлевские ориентации как были, так и остаются русофовскими. А здесь еще к дню рождения Владимира Путина Владимира Квачкова посадили в штрафной изолятор. Возможно, потому что местные власти решили сделать подарок Путину, а злобность характера Путина, его злопамятность очень хорошо известна, ему мало унизить человека и лишить его свободы, ему нужно непременно добивать своего противника. Владимиру Квачкову приходится на собственной судьбе испытывать особенности характера человека, которого называют многие президентом Российской Федерации, он себя таковым считает. Злобность и злопамятность его натуры является причиной многих бед русских политических деятелей, русских политических лидеров. В начале ноября произойдет суд над Николаем Бондариком, которого выпустили из тюрьмы под домашний арест, хотя арест был абсолютно незаконный, а дело высосано из пальца. Георгий Боровиков осужден, фактически защита полностью провалила дело, тоже также высосано из пальца и в котором при всем желании можно было бы найти какие-то правонарушения, но максимум на 15 суток. Здесь человека осуждают на 7 лет за что? За то, что он помог какому-то бомжу, а потом бомж донес на него и сказал, что его лишили свободы, ограбили, избили, человеку дали работу, жилье и денег еще дали. По всей видимости спецслужбы у нас работают вот именно так. Для них ничто человеческое не чуждо, и не чуждо ложь, не чуждо провокация, и не чуждо использование вот таких бомжей для организации доносов. По сути дела сегодня волей высших должностных лиц и при безответственной позиции правоохранительных органов и их руководителей можно осудить любого человека, приписать любое преступление любому взятому наугад человеку. Поэтому у нас проходят такие судебные процессы, поэтому большие сроки получают люди, которые на самом деле преступлений, которые им вменяются, не совершали. Да, эти люди являются противниками ныне действующего режима, но видимо именно это и является главной причиной, по которой возбуждаются вот все эти дела и ведутся вот эти бесстыдные процессы. Недееспособность кремлевской власти прогрессировать все дальше, она все более очевидна. Эта политическая реальность неизбежно в ближайшие годы уйдет в прошлое и нам придется заново выстраивать государственные управления, а без ликвидации вот этой изменнической системы в судах, в прокуратуре, в следственных органах нам не обойтись. всех, кто вел политические дела, все, кто фальсифицировал эти политические дела, выдавая их за уголовные, все они должны будут понести ответственность. По сути дела нам нужно будет судей, прокуроров и следователей посадить на освободившиеся места, когда мы выпустим из тюрем политзаключенных. Как мы знаем, война, этническая война в Татарстане уже созрела, этническая мафия там уже действует и этническая война не за горами, этническая война не за горами. Нам, видимо, мало чеченской войны, мы себе в России такие власти учредили, которые готовы продолжить эту войну теперь уже в Татарстане. Собственно, война, этнобандитская война по всей стране уже идет, нам еще достаточно, чтобы вспыхнул Татарстан. Татарстанские, татарские, точнее, собственно, там именно татарские власти, не российские и не русские, готовят республику к вспышке, выращивают новое поколение, так же, как вырастили на Украине поколение русофобов, здесь делается то же самое. Со стороны так называемых простых людей Татарстана, простых татар, тоже проявляется, как оказалось, русофобия. Вот когда началась борьба против этих халяльных детских садиков, начали писать тут всякие писатели в интернете, оставьте нам наши детские садики с шарифатским воспитанием, с халяльным питанием, разве это не стоит мира, то есть прямо шантажируют войной и никому, ни ФСБ, ни Кремлю, абсолютно это неинтересно, потому что все на деньги, все пересчитывается на деньги, для того, чтобы преследовать татарских бандитов, татарских сепаратистов, товарищи, татарских заговорщиков, надо прикладывать усилия, а тут есть объекты для крышевания, надо крышевать, и тогда ты будешь получать больше денег, будешь слаще жить, чаще будешь выезжать за рубеж, виллу еще какую-нибудь там себе купишь, гнездышко совьешь, так ведь сотрудники ФСБ, вы ведь этим занимаетесь, вам же все равно, взорвется Татарстан или нет, сохранится Россия или нет, так же как вашим предшественникам, КГБшникам, так называемым чекистам, было все равно, распадется Советский Союз или нет, у вас складывались огромные деньги тогда из государственного бюджета, сейчас вы просто соучаствуете в воровстве, и тоже потребляете огромные средства на свои личные нужды, и сейчас вы точно так же, как эти проклятые КГБшники, точно так же не заинтересованы в сохранении России, поэтому у вас на территории Татарстана действуют вот эти халяльные детские садики, на территории Башкирии свободно читаются лекции на башкирском языке в государственном университете, почему вы не предпринимаете никаких действий? Получается, что вы заодно, получается, что вы изменники, а это значит, что преступники, вы, люди, служащие ФСБ, ничего не делаете для того, чтобы противодействовать самым опасным явлениям в нашей стране, а именно сепаратизму. Колоссальный урон понесла наша страна в результате разрушения Единства в 1991 году. КГБ не сдвинулось с места ни на Йоту. Вы хотите следующего распада? Ну, может быть, действительно, это вам выгодно, потому что потом некому будет предъявлять претензии? Вы не боитесь, что вас как-то захлестнет вот этот этнобандитизм, или что потом придется отвечать за разрушение страны, за бездействие на серьезных государственных постах, где прямо предписано заботиться о национальной безопасности России. Эта ошибка вам обойдется очень дорого. Нам ваша бездеятельность тоже очень дорого обходится, но подумайте сначала о себе. Вы же о себе все время думаете, но подумайте в этот раз, еще раз подумайте о себе. Не дороже ли вам обойдется в последующем ваша преступная деятельность или ваше преступное бездействие в настоящий момент? Русофобия на Украине развивалась 20 лет, ну и развелась до крайних форм. Вот советник премьер-министра Украины Александр Кирш считает, что русский язык является исковерканным украинским. Ну, видимо, с головы у человека совсем все нехорошо, и он говорит, великие и могучие умыкать не позволим все равно. Это, оказывается, у них великие и могучие, на котором едва сами-то они могут разговаривать. Вот этот Кирш говорит, просто один из них понравился, еще и соседям, и вот соседи, как я понимаю, его и уперли у несчастных хохлов. Но временем появления современного украинского языка, на котором разговаривают нынешние украинцы, историки и филоги всего мира, считают вторую половину 18 века. Вот не было до этого такой вот украинской мовы, на которой они пытаются говорить. Пытаются, да не получается, не получается, все время коверкают то, что сами считают нормой, все время переходят на русский язык или на суржик, смесь русского и украинской мовы. Первым произведением, таки стало переложение на украинский известной Энаиды Вергилия. Это переложение было сделано Котлеровским в 1798 году, вот когда образовался тот самый язык, который сейчас считают чуть ли не самым древним языком мира. Ну, соответственно, еще, наверное, пирамиды строили те, кто говорили на так называемом украинском языке. В первом издании этого сочинения, Котлеровского, 1798 года, автор пишет, что используемый им язык не украинский, а малороссийский. Малороссийский, то есть это местный говор, местный российский говор. Первые три части произведения изначально были написаны на русском языке и только потом переведены на малороссийский, позже названный украинским. Вот в чем все дело. Дело в забвении своей собственной истории, в забвении своего русского имени, в забвении русской истории. И вот это называется украинством. Украинского народа не существует. Есть русские жители Украины, которые позабыли, что они русские и назвали себя украинцами. И в этом проблема их самосознания. И нам, как русским братьям, надо им почаще об этом сообщать, что мозги надо поставить на место. Не воевать со своим собратом, который живет за государственной границей, проведенной большевиками, а потом подтвержденной Ельцином, а теперь и Путиным. Предков украинских, у нынешних украинцев просто не существует. Их предки все сплошь русские. Те же самые предки, что и у нас. А вот вам польская русофобия. Польша готова ужесточить санкции в отношении России. С таким заявлением выступил глава польского МИД. Еще недавно, пока на Украине действовал режим прекращения огня, в ЕС обсуждали возможность отмены части санкций. Но после того, как столкновения возобновились, продолжилось давление на Москву. Да, если Россия не изменит свои политики, то эти санкции будут усилены и будут еще более чувствительны в России. Вот так приводят слова телеканал Россия-24 министра иностранных дел Польши Джего Жасхитыны. Он заявил, что если Россия не поменяет политику в отношении Украины, ЕС ведет дополнительные ограничения. По его словам, одновременно с Европой новые ограничения ведет Австралия, США, Канада. Тем не менее, глава польского МИД уточнил, что в Варшаве важно сохранить каналы взаимодействия с Россией. Нам вот совершенно неинтересно взаимодействие с Польшей, в которой утвердилась правительственная русофобия. На уровне народа, как всегда, отношения очень позитивные. На уровне власти отношения к России в Польше крайне враждебны. И очередные высказывания польского руководства в адрес России, не в адрес российских властей, а именно в адрес России, а это значит и русского народа, крайне враждебны. Мы так и рассматриваем польский режим как враждебный русским интересам русскому народу. Зарубежная русофобия в дальнем зарубежье всегда существовала, видимо, будет существовать, и не только у западников, не только в западных странах, где, правда, есть очень много русофилов, но и у тех, кого мы привыкли называть славянами, а то и братушками. Вот на этот раз президент Болгарии отличился, у него и имя-то Росен, то есть он, собственно, от русских происходит, Росен Плевнелиев. Он в интервью немецкой газете «Франкфуртер Альгемайна» назвал Россию националистическим и агрессивным государством. Господи, если бы это было так, если бы Россия была националистическим государством, она русофобское государство, она агрессивная, прежде всего, к своему собственному народу. А этот вот недоумок из братушек пишет, мы все хотим видеть в качестве партнера страну, которая дала миру Чайковского, Толстого, Достоевского, но факты говорят о том, что сегодня мы имеем дело с другой Россией, националистической агрессивной державой, возглавляемой президентом, который видит в Европе не партнера, а противника. Вот так заявил болгарский президент. Все европейцы выиграли от падения Берлинской стены, они получили свободу, демократию, перспективу. Однако Владимир Путин считает, что падение стены и развал Советского Союза стали наоборот катастрофой. Вот из этого и вытекает его интерпретация истории, которая принципиально противоречит Европе и ее ценностям. Я был одним из первых европейских президентов, которые ясно осудили российский подход в ситуации с Крымом. Россия говорит США и Европе, что судьбу Украины должны решать великие державы. Но это политика 19 века, она опасна. Трудно жить с президентом-идиотом. Очень сочувствую болгарам. Президент не знает ни своей истории, ни европейской истории, ни российской истории, ни современного положения дел. Абсолютно дезориентирован. Даже не хочется это комментировать. Просто полный идиотизм. Правда, еще один вопрос к болгарам. Вы вроде нам братушки, но в двух последних мировых войнах воевали против русских. Стоит ли нам дальше вас называть братушками? Я знаю, что отношение к русским среди простых болгар очень хорошее. В особенности, когда они приезжают на отдых и оставляют в Болгарии значительные суммы за те услуги, которые там оказываются на прибрежной территории, там где пляжи, гостиницы и прочие-прочие развлечения. Но вот политическая элита Болгарии, так же как и Польша, крайне враждебна России. Крайне враждебна не просто России, а крайне враждебна русским. Дают оценки кремлевскому режиму, прямо противоположные тем, которые являются целесообразными и правильными. Они буквально объединяют Кремлю в каком-то русофильстве. Это значит, что они не видят и не понимают проблемы русского народа. Тогда какие же мы братушки? Никакие мы не братушки тогда. Тогда надо забирать все эти слова прежних времен и считать историческим недоразумением то, что Россия освободила Болгарию от иноземного ига и положила за это тысячи и тысячи жизней русских солдат. Тогда это недоразумение. И, господа, не рассчитывайте больше, что мы будем помирать за ваши интересы и вас от кого-то освобождать. Вас уже оккупировали заново? Ну так вот и оставайтесь теперь в оккупации, пока сами не справитесь. Или пока не прозреете, пока не сможете понимать, что же происходит в России и не отзоветесь на беды русского народа своим сочувствием и своим пониманием. Пока этого нет, никакие вы нам не братушки. Победные сообщения приходят из Латвии. Там на выборах победила партия Согласия, которую по недоразумению считают почему-то пророссийской и чуть ли не даже русской. По конституции Латвии президент доверяет формирование правительства одной из партий, которая прошла в парламент. В данном случае партия Согласия получила всеми 24 депутатских места, а у партии Единства, вот видимо такой аналог Единой России, 23. Остальные партии получили 21, 17, 8, 7. Многопартийная система, много партий. Но Латвия как была, так и остается русофобским государством. И то, что такая вот скромная латышская партия, которая называется Согласия и по недоразумению считается пророссийской, победила, нам от этого ни жарко, ни холодно, честно говоря. И если там победит какая-то совершенно отмороженная партия открытых врагов России, может быть нам бы это было и лучше, потому что все стояло бы на своих местах. А сейчас возникают какие-то сомнения, какие-то нелепые надежды, и кажется, что Латвия начинает сближаться с Россией. Да ничего подобного нет и быть не может, потому что закулисные силы уже купили целиком эту якобы независимую республику. Та же ситуация, что и с Болгарией. Страна оккупирована, оккупирована западом, западной олигархией и живет под пятой. Не замечает этого, ну так пусть сами разбираются. Нам пока не до того, нам надо со своей олигархией справиться. Вот когда справимся со своей олигархией, тогда вернемся к вопросу о русских школах, о русскоязычном, даже не русскоязычном. Зачем нам русскоязычный, нам интересно русское население. То есть те люди, которые в Латвии живут и считают себя не русскоязычными, а просто русскими. Вот судьба этих людей нам интересна прежде всего. Когда мы со своей олигархией справимся, тогда может быть займемся, если у нас хватит сил, тем, чтобы помочь русским, которые в свое время отреклись от единства и поддержали вот эту русофобскую власть, которая установилась в Латвии. Да и в других прибалтийских республиках, разве в Литве и Эстонии, русские не стояли на стороне вот этих отщепенцев, которые оторвали их республики от единого государства. Вот достояли, надо сказать правду. Были там какие-то интердвижения, но все это были последующие коммунистического режима, и они не могли пользоваться популярностью, и к успеху их деятельность привести не могла. А русского движения там как ни было, так и нет. В Латвии, да, немножко помогал Кремль, был какой-то период игры, руки прочь от русских школ. Видеоролики, там всякие издания, поддержка, все это было на какой-то очень короткий момент. Потом просто бросили людей. Ну и люди эти пришли в полный упадок. Теперь вот они и будут голосовать за согласие, потому что больше не за что. И сформировать свои партии они не могут, сформировать свое русское движение они не могут. Может быть без участия России и не смогут никогда. Поэтому главная задача у нас не обращать внимание на то, что происходит там в прибалтийских республиках, а своротить шею своей собственной олигархии. Тогда получим возможность помогать русским во всех уголках мира. И прежде всего тем, которые живут вот здесь по соседству и когда-то были с нами в едином государстве, в единой стране. И считались для нас согражданами, собратьями. Конечно, сейчас у нас какого политика ни возьми, можно раскрутить его и выяснить, что он участвовал в каких-то совершенно безобразных делах. Ну не вчера, конечно, не когда он стал депутатом Государственной Думы, а несколько ранее. Путь в политику, путь в Государственную Думу очень часто лежит через различные преступления. Ну потому что в Думу берут людей у нас состоятельных, как же без капитала, да, в списке «Единой России» не получается. Но капиталы очень часто создаются вот так, как они создавались у депутата Госдумы Николая Паршина. Он сейчас обвинен в мошенничестве и проходит по делу о покупке здания школы. По данным следствия, в 2008 году администрация Среднеохтубинского муниципального района Волгоградской области продала заброшенное школьное здание коммерческой фирмы за 250 тысяч рублей. Два года спустя глава администрации выкупил здание обратно, но уже за сумму в 25 миллионов рублей. Не слабо так поднажились вот эти коммерсанты с участием местной администрации. Паршин, по версии следствия, участвовал в урегулировании вопроса о покупке школьного здания, то есть прямо соучаствовал в преступлении. Бывший глава районной администрации осужден на два года лишения свободы условно. Ну, украл 25 миллионов, это же не такое уж преступление. Вот когда ты что-нибудь в пользу русских сказал, вот это жуткое преступление. А тут два года условно. Еще двое фигурантов этого дела, депутат Волжской думы Сергей Чайкунов и начальник управления финансов администрации города Волжского Андрей Уваров заключили со следствием досудебные соглашения. Соответствующие дела выделены в отдельное производство. У нас теперь такой порядок, что можно свалить всю вину на одного, а с остальными заключить досудебное соглашение и врать как только придется. Вот в деле Даниила Константинова очень такая похожая ситуация. В деле Георгия Боровякова такая же ситуация. Кто-то там заключает досудебное соглашение и врет напропалую. А невиновный человек может быть осужден или виновный наравне с остальными, получит совокупный срок, который должен был бы распределиться на всех этих преступников. Ну, в данном случае нас интересует такой момент, что депутаты Государственной думы постоянно попадают вот в такие истории. То мошенничество, то еще какие-то безобразия. И мы видим, что не просто никто не без греха. А там нет ни одного без самых отвратительных грехов. Соответственно, это не народное представительство, это представительство каких-то криминальных группировок, которые собираются в партийные списки и через партии проходят, как народные представители, не представляя этот народ нисколько. Вот замечательные прохиндиада в Ярославле. Муниципальные депутаты города Ярославля приняли решение с Нового года повысить суммы компенсации за расходы, связанные с их депутатской деятельностью. Прибавка оказалась немаленькой. Сейчас суммы, которые они получают на транспорт, связь, прочие нужды, составляли 16,9 тысяч рублей до 21 тысячи в зависимости от должности. Оказывается, еще у нас депутаты по должностям распределяются. Выбирают их просто как депутатов, а потом оказывается, что по должности у них очень существенные материальные расхождения. В данном случае они не такие масштабные. В других случаях в Государственной Думе они значительно масштабные. Привилегии есть у тех, кому предоставляется возможность управлять комитетами, зампредствовать или председательство из Государственной Думы. Это вообще уже люди неприкасаемые, такая новая номенклатура. Соответственно, им выделяются в натуре или в деньгах такие объемы услуг, что нам и не снилось. С января 2015 года предельный размер расходов этих муниципальных депутатов, которые будут возмещаться в месяц, составит уже 60 тысяч рублей. Это уже большая сумма. Прямо скажем, для чего такая большая сумма людям, которые явно не бедствуют. В муниципалитете даже с обидой воспринимают, когда люди предъявляют претензии. Как же так? Областные депутаты получают по 50 тысяч рублей на поощрение помощников, 20 тысяч рублей на аренду приемной и 2-4 тысячи на транспортные расходы. А как же? Городские депутаты тоже должны что-то получать? Все друг на друга обижаются и соревнуются в том, как больше зачерпнуть из соответствующего бюджета. Госдума из государственного бюджета, вот муниципальные депутаты начинают потрошить городской бюджет. Я не знаю, сколько сейчас получают в Государственной Думе какие-то запредельные зарплаты, которые, собственно, получать-то не надо, потому что реальные доходы многократно выше, чем зарплата депутата. А вот в областной думе получают 150-200 тысяч. Обидно муниципальным депутатам, им тоже надо повышать. Проще обошлись в Московской городской думе. Отправили всех на подножный корм, сами себя кормите. Не нужны вы нам здесь, мы вам из бюджета вообще ничего не будем выделять. Ну, в общем, тогда это и не депутаты вовсе, потому что они работают на каких-то других хозяев, на какой-то другой работе и получают содержание не от народа, не из государственного, не из городского бюджета. А от своих работодателей. Соответственно, они и действуют в интересах работодателя, а не избирателя. Платить депутату можно много, можно платить хоть миллион рублей в месяц, но только в том случае, если депутат исполняет свои обязанности и действительно является народным представителем. Ничего не жалко для народного представителя. Но жалко даже копейку на представителя олигархии, на предателя, вора и так далее. В общем, на тех людей, которые составляют подавляющее большинство депутатского корпуса. Так устроил Владимир Путин, так устроила его правящая партия. К большому нашему сожалению и к нашему желанию все это дело резко изменить и действительно направлять в органы представителей власти достойных людей, которым можно будет платить достойную зарплату и не считать копейки, сколько они тратят на транспорт или на какие-то другие нужды. Главное, чтобы они представляли народ. И главное, чтобы страна развивалась, а люди не оставались брошенными на произвол судьбы. Как это происходит сейчас. Прекрасная рекомендация от Валентины Матвиенко. Она выразилась идеально. Ресурсы и резервы есть, нужно включить мозги по-настоящему. Ну, это она от Государственного управления России. Из этих слов видно, что мозги не включали. Или их просто нет. В течение последних 15 лет, что Валентина Матвиенко плавает на поверхности российской политики, мозги точно не включались ни у нее, ни у кого-либо другого. Но на самом деле ее мозг-то плавал на поверхности еще с горбачевских времен, когда она в таких кудряшечках выступала на съездах КПСС или чего-то там еще, куда ее там избрали. Вот с тех времен она плавает и говорит, что постоянно ресурсы есть. Вот все у нас есть, только мозги надо включить. Но не включаются. Не включаются, может быть, мозгов нет. Не надо мучиться. Пусть кто-нибудь другой попробует включить эти мозги, если в данном случае с мозгами как-то не удалось. День рождения Путина никогда еще в России не отмечался с таким размахом. Впервые встречаюсь, чтобы Путина начали массово поздравлять в сети с днем рождения. Дата не круглая, события, в общем-то, никакого нет. День рождения – это частное дело частного лица. Подобное проявление лояльности во всяком случае постыдно для любого человека. В данном случае мы видим какой-то массовый психоз. И вот на этот психоз, естественно, возникает такое ироничное отношение. И люди начинают уже смеяться над вот этими любителями начальства, которые кроме вреда России не наносят больше ничего. Действительно, Путин впервые за 15 лет, пишут средства массовой информации, взял отгул, чтобы провести свой день рождения. Ну надо же, раньше отдыхал просто так, ездил в Сочи, в Ялту, куда он там еще ездил отдыхать, и отгулов не брал. А теперь вот решил взять отгула и поехать куда? В Сибирь. Ну и как шутят юмористы в сети. Клещ тебя задери, медведь тебя покусай. И самое страшное, самый ужас для нынешней власти – а вдруг он не вернется? Вдруг заплутает где-то там, пошлют за ним Медведева, и он тоже не вернется. Что же, как же мы будем жить? Какой же ужас наступит в стороне? Все, Россия тут приподнялась с колен, тут же снова рухнет на колени. Какой кошмар, вдруг Путин из тайги не вернется. Да хоть бы и не вернулся. Я думаю, что подавляющее большинство населения просто бы поаплодировало, если вдруг бы Путин, Медведев и вся когорта этих, или весь этот легион, который вокруг них чертей сплотился, действительно ушел бы в тайгу, и там бы остался, и больше про них никто бы не вспоминал. Поскольку за 15 лет у Путина скопилось очень много отгулов, то некоторые советуют ему взять все отгулы сразу и отгулять вместе. И, может быть, не появляться на рабочем месте лет 5-10. Хорошо отдохнет человек, потом придет, ну, здесь, может быть, какая-то другая власть уже сложится, так и, слава Богу, и он отдохнет, и нам тоже, мы от него отдохнем, нам легче станет, может быть, Россия действительно начнет возрождаться, а не подниматься с колен последние 15 лет. Все вот поднимается и поднимается, никак не поднимется. Ну, а чеченцы поздравили Путина 100-тысячной демонстрацией. Можете себе представить, чтобы в здравом уме какие-то люди вышли на демонстрацию в честь дня рождения кого? Президента. Президента. Так в какой-то стране вообще можно себе представить. Ясно, что эти люди вышли по зову сердца, потому что их сердце принадлежит полностью их кумиру Владимиру Путину и их вождю Рамзану Кадырову, убийце-уголовнику. Вот поэтому убийцы, поклонники убийц, уголовников, изменников и воров вышли на 100-тысячную демонстрацию. Никто и никогда еще не получал подобных поздравлений. А от любителей дикой природы Путин получил плюшевого тигра. Якобы с каким-то намеком. Ну вот какой это намек? Наверное, плюшевому президенту плюшевую игрушку. Поиграйся лучше с игрушкой, не надо играться с Россией. Когда люди со смутным сознанием начинают играть страной, стране становится очень плохо. Вот нам очень плохо и желательно, чтобы Владимир Владимирович играл своим плюшевым тигренком и на этом бы остановился. Может быть, даже не надо ездить в тайгу, лучше заняться плюшевым тигренком. Или взять этого тигренка в тайгу и больше уже не возвращаться. А вот еще о Путине. Президент России выразил обеспокоенность необоснованным ростом цен на материалы, используемые при дорожном строительстве. Гравий, щебень и песок. Ну, видимо, он здорово в этом деле разбирается. Сколько стоит песок? Как говорится, обезьяна в апельсинах тоже очень здорово разбирается, а президент России разбирается в ценах на песок. Президент также призвал проверять предпринимателей, которые устанавливают монопольно высокие цены на свой товар. Проверьте на всякий случай. К каждому гражданину относятся. Кроме того, глава государства обратил внимание на проблему движения большегрузов. Очевидно, что необходимо упорядочить их движение по дорогам общего пользования. Как в свое время говорил генеральный секретарь Брежнев, товарищи, в магазинах не хватает гречневой крупы, граждане жалуются, надо сеять больше гречихи. Вот примерно такие же рекомендации дает у нас человек, которого по недоразумению называют президентом России. Разбирается в песке, может быть, в гречихе тоже разбирается, так же, как и Брежнев. Русская мысль. Сегодня хотелось бы процитировать фрагменты статьи Льва Тихомирова. Что такое Россия? Статья посвящена полемике с Владимиром Соловьевым, который представил ответ на этот вопрос крайне негативного свойства в отношении русского народа и судьбы самой России. Вот что пишет Лев Тихомиров. Для многого множества людей этот вопрос, без сомнения, кажется совершенно праздным. Что такое Франция, Англия, Германия, Китай? В том ли дело, чтобы разыскивать определение? Каждой стране, раз она возникла, нужно жить. Нужно находить для своего населения пищу, одежду, все необходимые материальные средства. Нужно находить удовлетворение нравственным потребностям населения, устраивать необходимые для правильности данной жизни управления и так далее. Вот что нужно, скажут солидные деловые люди, и с ними совершенно согласятся мечтатели и утописты социальных переворотов. Что бы ни составляла Россия или Франция, все равно нужно жить. О способах лучшей жизни только и стоит рассуждать. Самые споры о том, в чем заключается наилучшая жизнь, могли бы, однако, показать как солидным людям, так и утопистам, что вопрос о сущности страны, очевидно, есть далеко не празден. Наилучшая жизнь для страны, очевидно, есть такая, какая наилучше соответствует его внутреннему строению и вытекающим отсюда потребностям. Само же внутреннее строение не может не определяться, хотя до некоторой степени психологии племени или племен, вошедших в состав страны и так далее. Понять это внутреннее свое существо составляет для каждой страны вопрос величайшей важности. Для России он едва ли не важен, чем для большинства других стран, хотя бы потому, что он у нас постоянно возникает, а стало быть, доселе остается неясным, спорным, нерешенным для русского национального самосознания. С этой точки зрения этот, по видимости, столь отвлеченный теоретический вопрос имеет совершенно очевидное практическое значение, ибо мы постоянно наблюдаем, что различные его решения дают совершенно различные направления внешней и внутренней политики нашей. Постоянное же колебание русского правящего слоя в понимании того, что такое Россия, приводит к таким же колебаниям в направлении политики. Это обстоятельство уже, во всяком случае, вредное, потому что вводит нас в бесполезную трату сил. При одном понимании России мы, например, должны признать совершенно разумным делом дарование Конституции Финляндии или Польши, при другом – делом крайне вредным. При одном понимании России мы можем для решения восточного вопроса отдать, например, Франции, Сирию и Палестину, при другом – это было бы шагом самоубийственным. Колебания же между этими различными решениями могут приводить лишь к тому, что мы не достигли бы ни одной цели и бесполезно затрачивали бы вчера или сегодня силы на получение того, от чего завтра откажемся. Напротив, твердое решение вопроса, что такое Россия, сразу открыло бы перед нами ясную и постоянную линию внешнего и внутреннего действия, систематического, сегодня осуществляющего то, что подготавливалось нами вчера, и закладывающего заранее предусмотренные цели на завтра и послезавтра. Как ни вредно непонимание самого себя и проистекающего всюду колебания и частные ошибки в поведении, все-таки гораздо страшнее утвердиться в ложном понимании. Это ложное понимание самого себя заставит потратить бесполезно уже не какую-нибудь часть своих сил, а ложно направить всю жизнь, все силы, то есть уже не просто ослабить, а совершенно погубить себя. Рассуждение, которым господин Соловьев приводит своих читателей к убеждению в духовном проличе России таково. Россия, говорит он, есть семья народов, собранная вокруг православного русского народа. Стало быть, судьбы и свойства империи зависят, собственно, от русского народа. Посылка основательная. Значение России, совершенно справедливо, говорит Соловьев, определяется тем, как народ-собиратель относится ко всем другим, каким образом и во имя чего он их собирает. Сверхнародное значение России может вытекать только из русской народной сущности. Нельзя, конечно, с этим не согласиться. Истина не только бесспорная, но сверх того, недостаточно у нас сознаваемая или прямо игнорируемая, особенно друзьями и союзниками самого господина Соловьева. Так что ее даже следует им напомнить и объяснить. Судьба России и весь смысл ее существования конечно, зависит от того, во имя чего русский народ собирает все это множество племен в одну империю. Если мы не во имя православия собираем в одну империю племена Востока, Запада, Севера и Юга, то нет тогда никакой причины, чтобы их собирали именно мы, а не латинствующая Польша, протестантская Пруссия, магапитанская Турция или же языческий Китай. Все это бесспорно верно. Либо православие, определяющее начало нашего собственного национального существования и нашего собирания племен. Либо Россия есть историческое недоразумение, вопросительный знак, или в лучшем случае нация, временно исполняющая историческую должность, вплоть до прибытия какого-то другого действующего исполнителя, судя по истории. Впредь до прибытия какого-то другого действительного исполнителя, судя по истории. Во всяком случае, на вопрос, что такое Россия, существует пока лишь один, но зато несомненный ответ. Россия есть семья народов, собранная вокруг православного русского народа, разделившегося в своем понимании православия и безвыходно пребывающего в этом разделении. Таково мнение Владимира Соловьева, которое оспаривает Лев Тихомиров. Для слушателей господина Соловьева является один вывод, полное отчаяние, ничего нельзя сделать, и Россия есть историческое недоразумение. Вот лукавый и чувство ведущее к полной деморализации. Стоит ли жить для такой страны? Стоит ли жить в такой стране? Конечно нет. А поэтому одни интеллигенты сердце свое отдают короне французской или фригийскому колпаку, другие надумывают собирать пожертвования на построение в Петербурге буддийского храма, третий поступает в орден иезуитов, четвертый просто решат, будем есть и пить, набивать карманы, ибо это у нас реаль. А тем временем новейший Чаадаев станет смотреть на всю эту трагикомедию с грустно-презрительной улыбкой. Да, несчастные выродки истории, вы можете только погибать. Коварный же вдохновитель господина Соловьева может тогда только весело потирать руки, любуясь, как это он ловко намудрил. Положение наше, без сомнения, скверное, но, господа, строгие судьи. Нужно же вам понимать, наконец, что все положения, какие когда-либо существовали на свете, все были более или менее скверны. И знаете ли, чем люди жили? Да только искорками добра и истины. Один праведник всегда спасал целый город грешников. Положение в совокупности всегда скверно. И вопрос только в том, есть ли некоторое количество добра, способного парализовать действия этой скверны. Русский народ, извольте видеть, разделил в своем понимании веры и церкви. Но где это господин Соловьев видел народ, где бы не было таких разделений? Относительно нашего раскола и желаемого всеми Вселенского собора господин Соловьев судит так, как было бы позволительно какому-нибудь иностранцу, не понимающему ни России, ни православия, ни значения Вселенских соборов. Что такое Россия? На это мы должны ответить. Россия есть семья народов, собранная вокруг православного русского народа, в котором немало разделений в понимании веры и церкви, и судьба которого зависит от утвердиться ли господствующим истинное понимание веры и церкви. Вопрос только в этом. Думать о том, что может совсем не быть никаких отклонений от истины, это мечта, возможная только у нехристиан. Христианин же знает силу зла, необходимость постоянной борьбы против него, а поэтому реальная надежда не может идти далее надежды на преобладание истины. Ее всецелое, ее всепроникающее господство ни от мира сего, ни в какой земной нации и государстве этого не будет. Доселе истинное понимание, хотя со всех сторон подрывается, однако же остается в России все-таки господствующим, подрываемое, не столько даже расколом или сектанством чисто народным, как интеллигенцией неверующей или сектанствующей, или перебегающей в латинство, истинное понимание веры и церкви стало у нас недостаточно сильным и влиятельным для того, чтобы в должной степени влиять на государственный и общественный строй. Отсюда множество расстройств в жизни русского народа, а затем и неясности, невыдержанности в отношениях империи и племенах иноверных. В общей сложности мы таким образом видим в России борьбу истинного понимания сложным, веры и отрицания, разума и безумия. Судьбы страны зависят, понятно, от исхода этой борьбы. Для поддержки нашего проекта «Русские новости» просим перечислять средства посильно, по возможности, на карточку Сбербанка, на Яндекс.Деньги и для иностранных жертвователей через систему PayPal на электронную почту.